Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы уже говорили, анонсировали, мэр Риги Олег Буров у нас сегодня в студии. Добрый день. Ну, наверное, уже добрый вечер. Уже, наверное, добрый вечер. Главное, чтобы он был добрый. Я понимаю, что очень много сейчас дел в городе. Приходится одновременно решать очень много вопросов, много проблем. Но, наверное, из последнего такого, из таких новостей последнего времени, это, конечно, то, что было принято решение, я так понимаю, через две недели объявить конкурс, связанный с вывозом мусора. Может быть, с этой темы мы начнем. Где, пока я не мере приковано внимания в СС массовой информации? Во-первых, уже осталась неделя. Я дал задание, чтобы все подготовили, конкурс объявили до 18 октября. Это значит, до следующей пятницы. И я уверен, что не все поняли правильно, так оно и будет. Ну да, я еще раз хочу сказать, что... Как сказать правильно? Я думаю, что... Я думаю, что Рижская дума ничего не нарушила, когда приняла решение о... Террига, да? Ну да, Террига – это уже результат о частном партнерстве, о концессии на 20 лет, потому что это оговорено в законе. Закон потихоньку менялся, изменялся, лоббировался, возможно. И вот в итоге мы пришли к тому, что монополия, один оператор на 20 лет срок – это все не является, они противоречат закону. Совет по конкуренции оспорил это решение, суд оставил решение Совета по конкуренции в силе. Пока? Да, пока, но, может быть, пройдет года не больше, чем два года, не дольше, чем два года, вот в течение этого времени, Совет по конкуренции должен назвать порядок, как это все может существовать. Но я думаю, что я очень скептически смотрю, вряд ли через какое-то время Совет по конкуренции скажет, ай, ну знаете, пусть остается все, как было, и пусть это Террига, и пусть будет монополия. Конечно, этого не будет. Есть какие-то теоретические вещи, а есть вещи абсолютно практического плана. И поэтому я дал поручение, чтобы департамент жилищ, среды подготовил срочную документу, у нас прошло оперативное совещание, где принимали участие замгоссекретаря Министерства по среде и делам самоуправлений, тоже независимые юристы, где мы приняли решение. Мы город делим на четыре зоны, в каждой зоне будет один оператор. Объявляется конкурс, это четыре лота. Претендент может поднять, дать предложение не больше, чем на три лота, чтобы не было так, чтобы вот конкурс, и по каждому лоту он будет самый дешевый, но он получается монополист, но в ходе конкурса. Но опять, чтобы не получалось там какие-то теории великих заговоров, не думалось, что там есть картель, они между собой договорились. Поэтому принято такое было решение. То есть, в принципе, по результатам конкурса может от четырех операторов, каждый в своей зоне, до двух операторов. Один возьмет одну зону, другой возьмет три зоны. Эти все зоны очень разные. Невозможно город поделить по 25% каждому, вот на четыре, да? Например, та зона Задвинья, где находятся Болдерай, Ильгуцемс, Ильгуцемс, и Монтазоли туда, она довольно большая по количеству договоров, по количеству жителей, соответственно, по количеству мусора. Конечно. В отличие от другой стороны, здесь линия происходит по Юрмальской дороге, по Умане, Гатвы, по Лил-Ирбас, там один из только больших районов, это Зепникалнс, и в принципе, в основном там идет район частной застройки. Может быть, это и хорошо, поэтому, может быть, меньше операторов, у кого нет такого ресурса, они могут претендовать вот именно на такой лот. Сразу же хочу сказать, что здесь необходимо вложение. Необходимы вложения, необходимы инвестиции операторам, поэтому цена от этого, от вложения будет выше. И в чем заключаются эти инвестиции? Во-первых, есть правило. Европейские директивы, которые вступают в силу с 1 января 2021 года о разделении биологических отходов. Кстати, да, это очень важное замечание, потому что это ведь не прихоть самих тех, кто вывозит мусор, это директивы Европейского Союза. Ну да, и не прихоть Рижской Думы, я могу сказать больше, да, это и не прихоть государства, но это может быть беда и государства, и города. Если мы эти директивы не будем выполнять, тогда нам с Европы уже будет спускаться не помощь, к которой мы привыкли, а именно штрафные санкции для государства, да, которые будут, естественно, делиться вот на эти плохие, скажем так, самоуправления. И вторая директива – это 25-й год, там отдельная текстильная продукция, распределение. Ну, что еще хотел сказать? Еще обязательные требования – сделать территории, где будет мусор распределяться. То есть, о чем идет речь? Таких пока территорий зарезервировано в городе порядка 35. Это участки примерно, ну, площадью 1000 метров, плюс-минус, может быть, и 2000 метров. Ну, в чем суть? Это территория, куда вы, жители, можете привозить, издавать, например, стекло в больших количествах, например, там, картон, потому что бывает часто вот этого картона так много, вы куда-то переезжали, какие-то коробки, вы кинете в свой контейнер, он уже сразу будет полный. Но самое главное – это может быть бытовая техника, всякие испорченные, поломанные пылесосы, холодильники, плиты электрические и прочее, прочее. И, конечно, самый большой процент вот из таких отходов – это мебель, диваны, которые мы видим время, появляются кресла и прочее. Мы видим, что иногда их просто сбрасывают вообще во двор. Да, да, да. Вот в этом суть, и это тоже обязательно сейчас европейские правила, чтобы в городе были такие-то, вот такие территории. Пункты приема, да. Счерушеноспункты, распределительные территории, куда можно было на самом деле это все привозить, привозить бесплатно. Там вы можете сами подойти к одному месту, туда положить, например, дерево, вот туда привезти диван, туда металл, туда пластмассу, туда стекло. Это нет для пищевых отходов. Вот это для вас, чтобы вы туда привезли, это будет бесплатно. Но вот это все, вывоз оттуда мусора, это все равно стоит деньги. Поэтому вот это все должно будет распределяться и влиять на общий тариф. Поэтому тариф, это реальность, он будет выше, он будет выше на абсолютно объективные вещи. И срок договора планируется на 7 лет. Это максимальный срок договора, который можно заключить на обслуживание. Это было частное партнерство, там было лет 20. Поэтому посмотрим, что будет. Мы все эти документы подготовили. Вот они будут подготовлены в пятницу, конкурс объявлен. Мы же понимаем, что, в принципе, насколько я понимаю, это очень большие инвестиции, вряд ли появится очень много каких-то новых игроков. Ну, не знаю, я бы меньше всего хотел сейчас прогнозировать, кто появится, их там прописывать, имена, фамилии, да. Но, поэтому есть 4 лота, это лучше. Одновременно город принят обязательные правила, где просто пропишут одну вещь, и это мы планируем сделать 30 октября, что в Риге будет 4 зоны. 4 зоны. Ну, а если мы говорим вот уже про центр города, здесь он делится по улице Бревибеса и так до конца города. То есть, в одной же будет часть, она будет довольно большая, где плавники Пурцемса Югла, Мештемс. Другая часть, она будет, соответственно, тоже поменьше, где Ветсмилл, Гравис, ну, весь центр города. Я очень надеюсь, что это все пройдет успешно. Я надеюсь, что нас закончат лихорадить с мусором. Естественно, процедура вот этого конкурса, его оценки, заключения договоров, на это пройдет время, поэтому временная вот сейчас вот эта неочередная ситуация, она до 11 декабря, ее надо продлевать. Правительство, очевидно, предчувствует, что это будет непросто им сделать еще одним решением Кабинета министров, потому что об этой чрезвычайной ситуации правительство говорило целых два рабочих дня. на самом деле вряд ли в чрезвычайной ситуации нужно говорить так долго, не дай бог, что на самом деле в таких истинных, чрезвычайных ситуациях наши руководители страны будут так долго решать вопросы. Это, конечно, было бы не совсем правильно. И поэтому, видя, что могут быть такие дискуссии, они готовят сразу предложение в законе, чтобы у нас была возможность продлить вот эту чрезвычайную ситуацию, чтобы пока не будет заключен договор, могли спокойно, по сегодняшним ценам вывозить, чтобы у вас могли вывозить мусор. Ну, заканчивая эту тему, хочу сказать, что я думаю, я очень надеюсь, что здесь все успокоится, все закончится нормально, довольно сложно. И, например, я еще месяца два тому назад вообще не знал и не понимал, что в ней происходит. Это не была моя ответственность. Ну, вот сейчас как-то я подхожу надо мной. Знакомые смеются, я подхожу к контейнеру и смотрю, а что на этом контейнере написано, что за фирма вывозят. Да, уже, ну, вот так. Да. Вот вы упомянули, действительно, о взаимодействии правительства или государства с Рижской Думой. Эта тема такая очень болезненная, поскольку на протяжении последних лет вот диалог, ну, так мягко говоря, был не очень хороший между Рижской Думой и правительством, министрами. Я так понимаю, что эту тему вы обсуждали на сегодня, на встрече, на днях, вы встречаясь с президентом. И это была одна из таких, наверное, ключевых тем. Может быть, расскажите о вашей встрече с господином Левицем. Ну, да, я сам на одном из мероприятий, на встрече с нашими пожилыми людьми, кому больше 100 лет, подошел господин Левицем. Я и он выступали на этом мероприятии. Сказал, что я бы охотно посетил президента с аудиенцией. И это произошло во вторник. Я могу сказать, что я очень доволен этой встречей. Таких встреч не в связи с чем-то. Президентура, европейская столица, или там переезд канцелярии президента, его место, где он находится, там, в дом черноголовых или обратно. То есть, не такие технические вопросы, вот такая встреча официальная. Я не помню, когда она была, мне говорят, что таких встреч за последние много лет не было. Я тоже не припомню. Да? Ну вот, вам лучше узнать, как человек, который следит и контролирует все эти вещи. Встреча продолжалась около 50 минут, были очень многие вопросы, политические вопросы, вопросы хозяйственные, вопросы вообще развития города. Да? И я сказал господину президенту о том, что надо рушить вот эту стену между Ригой и страной. Абсолютно неправильно. Причем, это, наверное, строительством такой стеной. Стены занимались две стороны. Как и муниципалитет, так и столица. Абсолютно неправильно, как выразилась или выразился. Я не хочу вам говорить, это было мужчина или женщина. Один из политиков, который заявил, мне все равно, какие будут дороги в Риге, пусть хоть на танках ездят этот Ушаков и Америкс. Это абсолютно неправильное высказывание. Абсолютно неправильное высказывание. Абсолютно неправильно. У меня в понедельник посетил, у меня была встреча с послом Японии, который сказал, что очень, ну, как-то он выразил сожаление, что нет ни одного японского бизнесмена, который открыл бы офис в Латвии. И когда он это сказал премьеру, что вот очень плохо, что этого нет в Риге, что ему премьер сказал, ну да, в Латвии, вообще-то, почему Рига? В Латвии очень много хороших городов. Я не сомневаюсь, что в Латвии очень много хороших городов. Но я думаю, что нам всем нужно понять одно, если будет сильная столица, то будет сильная страна. А вот когда мы все время хотим показать, что вот Рига это что-то одно, это такое непонятное, это не наше, ну вот они там есть, ну вот ладно, вот посмотрим, куда мы денемся. Это неправильно. В то же самое время и Риге нужно понимать, что не надо, не надо строить стену, не надо, не надо рыть траншеи, это никому не идет на пользу. Я сказал господину Левиту о том, что сейчас Министерство по делам самоуправления готовит новый закон самоуправления, и я со своими коллегами мы однозначно считаем, что должна быть отдельная статья о столице, о Риге. Потому что если у нас вот есть эти репрезентативные функции, здесь расположены все министерства, все госучреждения, это наша обязанность, чтобы все это содержать в порядке. Туда нам соответственно нужно давать деньги. Нельзя обделять Ригу в европейских деньгах, нельзя обделять финансирование, потому что вот эти все вопросы, они не имеют никакого политического содержания. Мы понимаем, вот я сегодня как раз ко мне приходил Марис Гайлис, бывший премьер, по своим локальным вопросам по концертному залу Вагнера, и как раз мы с ним говорили о том, что практически никогда не было, чтобы премьер и мэр были с одной партией. Но очень жалко, что мы как-то видим человека, который совпадает по партийной принадлежности. Поэтому в этом смысле вот этот разговор, он удался, я увидел, что меня поняли. А президент, не было ли у него таких вот предубеждений, ведь он тоже читает, смотрит, слушает и других политиков, что вот Рига сама себя поставила вне страны. Вот есть такое популярное выражение определенных правящих политиков. Мы говорили, я сейчас еще раз говорю, мы говорили о многом, мы говорили довольно критично с одной и с другой стороны, но тем не менее этот разговор был позитивный. То есть, что мне понравилось, мы не говорили о том, как что было плохо или что-то было неправильно, мы говорили о том, что надо сделать дальше. Вот это я, вот в этой встрече я очень оценил и принял, да. Например, президент сказал о том, что Риге однозначно нужно сотрудничать со всеми районами около Риги. И что в этом важно и в этом необходимости Риги, и в этом сила. Опять же, в Риге 700 тысяч жителей. Днем здесь находится около миллиона. Вот эти 300 тысяч вокруг Риги живет вместе, вот эта большая Рига, скажем, это миллион 160 тысяч, то есть где-то вот где-то 460 тысяч живет около Риги. Они из них 300 тысяч приезжают, примерно приезжают в Ригу, они ездят по нашим дорогам, они посещают наши школы, сады, они своих детей записывают в очередь в эти сады, зачастую они искусственно их декларируют где-то рядом со школой, чтобы только они могли попасть в эту школу, да, не меняют эту статистику, мы часто спорим, в Риге громадные очереди в детские садики, да, но, увы, вот этот принцип декларирования и вот принцип этой электронной очереди нам до конца не дает понятия ориентироваться, а сколько там истинные рижские дети и сколько дети около Риги, да, и это очень много, это и хорошо, конечно, потому что они здесь оставляют деньги, покупают, есть оборот, налоги, но в то же самое время работая здесь, они уезжают домой и дома они платят налоги, потому что по месту жительства, это все очень непросто, и сейчас речь идет о том, что нужно у кого-то отобрать, что-то перераспределить, а речь идет о том, ну, один из самых главных, это транспорт, это инфраструктура, это все дороги, вот это, конечно, в этом мы все заинтересованы, я обещал президенту, что мы встретимся, мы инициируем как самоуправление, как столица, встречу со всеми районами, которые около Риги, и если это пойдет, если будут этот не просто пустые протокольные разговоры, а реальные решения, то мы очень бы хотели, чтобы президент как-то тоже видел и патронировал встречу, поэтому заканчивая этот разговор об этом визите, я его оцениваю положительно, тоже приятно, что его положительно оценила в своих тоже высказываниях администрация президента, ну вообще, я регулярно встречаюсь с министрами, уже два раза встречался с министром экономики, с министром сообщения, я обхожу всех, с министром, конечно, с министром, который уже за нами надзирает регионального развития по делам сового правления, на следующей неделе у меня очень важная встреча с министром здравоохранения, это касается многих вопросов, в том числе и нашей первой больницы, у нас есть и вторая больница и роддом, для нас это очень важно, есть система поликлиник, у меня запланирована встреча с министром благосостояния, и в принципе я бы хотел прийти и встретиться с министром иностранных дел, потому что я понимаю, что может быть в политическом плане наши точки зрения во многом разнятся, но я бы хотел прийти, объяснить свою позицию, я считаю, что нам нужно обменяться и не бояться высказывать и нам свою позицию, даже если она будет отличаться, это абсолютно все нормально. Олег Буров, вы в студии, мэр Риги, прервемся буквально на пару минут рекламы, я вижу, что много звонков, не переключайтесь. Мэр Риги Олег Буров, вы уже упомянули, что встречались с послом Японии, но я так понимаю, что целый ряд у вас встреч с дипломатами иностранными, видимо, вам тоже интересно их взгляд на то, как они оценивают Ригу, взгляд со стороны. Мне интересно, им интересно, и на самом деле я встречался с послом Норвегии в прошлую пятницу, в понедельник с послом Японии, во вторник с послом Польши, очень-очень-очень приятный дипломат, женщина, очень обаятельная, которая прекрасно говорит на латышском языке, которая преподавала латышский язык в Варшавском университете. Мы много говорили, и вот тоже желание вот этот не бросить, немножко вот такой налет, который мы приобрели, когда многие ездили в Польшу в начале 90-х годов, это были вот такие коммерческие рейсы, и так многие рижане узнавали Польшу, узнавали рыночную экономику в прямом и в переносном смысле этого слова, да. Но что я хотел сказать, да, на самом деле очень приятный подход, у нас есть очень много общего, мы говорили и об экономике, и о туризме, и она выразила сожаление, что польские туристы могли бы больше приезжать, все-таки недостаточно много приезжает в Латвию, мы могли приезжать к ним. Потом у меня была встреча и с послом Украины в связи с готовящимся визитом президента Зеленского в Риге, он посетит нашу рижскую украинскую школу, я хочу напомнить, что это лучшая украинская школа за пределами Украины, поэтому очень приятно, что президент Зеленский ее посещает, Порошенко не смог ее посетить, хотя два раза был в Риге, вчера у меня был президент, прошу прощения, посол Германии, новый посол, он раньше в свое время работал в Москве, владеет свободно русским языком, мы говорили с ним и о наших двух школах, государственной немецкой гимназии и Хердера школе, мы договорились, что следующие наши встречи будут в этих двух школах, но опять же речь шла о бизнесе, как раз он сказал, что сейчас происходит рижская конференция, приезжает министр обороны, которая приехала с участием в этой конференции министр обороны Германии, это один из возможных реальных, наиболее реальных лидеров Германии на должность канцлера. А на следующей неделе приезжает бывший министр обороны, который тоже из Германии, который представитель Еврокомиссии. Поэтому вот этот обмен мы поговорили, он мне обещал несколько встреч, чтобы мы на самом деле могли сделать такой тоже рестарт наших многих отношений, потому что у нас есть много, чтобы мы могли заинтересовать. И опять-таки я был удивлен, но вот такой упрек, это не упрек городу, упрек нам, Латвии, нашей стране о том, что недостаточно развит бизнес, экономические отношения между Германией и Латвией. Как это ни странно, да? И желание инвестировать в Латвию у них есть довольно большое, поэтому мы договорились, и это касается развития порта. Но я сейчас говорю о таких визитах, поскольку этот рабочий день, он где-то проходит до восьми, я все время увеличиваю эти рамки, когда ему заканчиваться. Да, конечно, главное, что происходит, это текущая работа Думы, и это, конечно, встреча с рижанами. Я встречаюсь с многими такими вот... Встреча будет продолжаться с простыми рижанами, не только с послами. С простыми, нет простых рижан, есть просто рижане, что такое просто или непростой рижанин. С рижанами встречи будут продолжаться просто, ну сейчас там модное слово платформа, создаются вот Абкаймы, вот эти районы. Как Абкаймы перевести? Акрайны. Ну, Абкаймы, я не знаю, если Центр Абкаймы переведи на русский, я не знаю, у меня взрыв мозга, как можно перевести Абкаймы-центр, да, на русский язык. Да, мы называем это какие-то микрорайоны, да. Ну, короче говоря, это вот такие инициативные группы людей, которые объединяются, говорят, это могут быть такие решения, это могут быть другие решения. Мне ко мне приходят люди, которые говорят о развитии города, например, вот я сейчас собираю такой пул людей, которые могут помочь мне, я хочу с ними обсудить, что нужно делать, чтобы центр города не был пустой. То есть, с одной стороны, ну понятно, нет инвесторов, дорогая недвижимость сюда не приезжает, после Крыма, Крым наш, 14-й год, инвестируют сюда меньше, центр города, но меньше живут, меньше коммерческой деятельности. Мы часто говорим про тот же Витзамский рынок, он пустой, он умирает. А как ему жить в этой ситуации, когда меньше людей? То есть, нам нужно придумать такой продукт, чтобы туда ездили со всего города. И вот много таких встреч, может быть, это из того, что я еще пока не увидел. Хотя вот Агинскаунский рынок оживает, после всех изменений. Спасибо большое, что значит житель Пардаугова, Агинскаунский рынок, я что хочу сказать, спасибо. На самом деле, очень хороший пример, потому что я раньше, скажу честно, не любил Агинскаунский рынок, потому что я приходил, он какой-то был запущенный, было много таких социальных, асоциальных представителей. И когда Карлис Дамберг выиграл этот конкурс на аренду, Карлис Дамберг, это аккаунт Сема Квартал, и он пришел, он мне сказал, Олег, ты знаешь, я никогда не думал, что вот этих, ну, это не очень такое красивое слово бомжей, вот людей без определенного места жительства, которые ходят, собирают бутылки, вот ищут эти вот, копаются в эти контейнеры, их так много и не так сконцентрировано в одном месте. Он говорит, ну, у меня вообще, в принципе, вот такое абсолютно, ну, кажется, безнадежное вообще решение. И вот, смотрите, произошло, этот рынок еще не работает, там проходят какие-то отдельные акции. Я не говорю, что это какой-то самый лучший рынок, ни в коем случае, но то, как они его делают, как они его обживают, я прихожу, я вижу, что люди ходят, у них совершенно другой взгляд. Я смотрю, что происходит на Витземском рынке, там у всех глаза потухли. Все, которые там торгуют, а их торгуют, кстати, очень мало, они смотрят, они сами не верят. Не верят в то, что можно выжить, да. Есть там уверенность в завтрашнем дне, нет у них уверенности в завтрашнем дне. Вот Ангенскландский рынок, это такой очень хороший проект, очень хороший национальный продукт для туристов, где местная продукция, да, где на самом деле мы можем говорить о экологических вещах, поэтому где зачастую торгуют вот эти первые руки, на самом деле реальные крестьяне. Поэтому вот мы встречаемся, мы говорим с такими людьми, мне это интересно, что нужно сделать, может быть, это связано отчасти с тем, что я еще не совсем, скажу честно, увидел команду людей, которые в исполнительной власти находятся. Да, я очень знаю, очень хорошо оцениваю своих коллег с департамента имущества, мы очень многие вещи меняем, и нужно, и обновляется коллектив в департаменте сообщения, я думаю, что там будет все хорошо. Хорошо, сегодня я принял решение и, ну, так скажем, убрал с должности исполняющего обязанности директор департамента развития человека, который определенное время вот там был исполняющий обязанности, он вернулся на свое место, где работал до этого, назначил человека, который, который, я считаю, более достоин и во многократно профессионально, профессионально. Я не могу сказать работы департамента, я просто считаю, человек, который там работал, ему еще очень много надо учиться, и тогда будет видно, выйдет из него что-то или нет, да. А кто сейчас вас говорит? И зачастую мы не можем участвовать в этом режиме, они не могут участвовать в этом эксперименте, потому что мы балансируем, это может стать в какой-то мере для нас токсичным. Да, я поставил, подписал сегодня, вот как раз перед приходом в вашу студию распоряжения, исполняющим обязанности директора департамента, потому что избирают без этого исполняющего обязанности, это голосование Думы. Но поскольку все департаменты, за ними там политики те или иные надзирают, но все они находятся по закону в моем подчинении, как мэра города. Я поставил человек, который там работает очень давно, который фанат, которого все уважают, и все инвесторы, и архитекторы, такая Илза Пурмала, она там работает давно, это на самом деле абсолютно честный, порядочный и очень профессиональный человек, да, профессионал с большой буквы. Я считаю, что таким людям не нужно быть в тени, им нужно показать, работать, да, я не очень люблю, когда ставят людей, которые будут приятны политикам, которые будут их слушаться. Не нужно слушаться политиков, нужно высказывать чиновникам свое, нужно высказывать свою позицию, нужно помогать политикам, безусловно, да, но нужно уметь сказать тем же политикам «нет». Это зачастую тяжелее всего, тяжелее всего сказать «нет», чем кивать головой. Да, вот и политикам тоже иногда приходится сказать «нет», я это к чему веду, мы понимаем, что бюджет следующего года будет весьма напряженный, вы об этом уже говорили, публично в том числе, ну, информация такая предварительная, что будут уменьшены те поступления, которые вот шли из государственного бюджета. Вот в Риге, ну, какие-то приоритетные настанутся, если можно, хотя бы несколько слов об этом, что вообще ждет город, что ждет Рижан вот в контексте бюджета следующего года? В общем, город ждет снижения, да, если мы почти были на границе подойти к миллиардному бюджету, конечно, из-за этой суммы миллиард это очень большая сумма, но там очень большая сумма это просто трансакции, зарплаты, прочее. Тяжелый бюджет, так же, как у государства, в этом меня зачастую удивляет, ну, может быть, это хороший пиар, когда премьер заявляет, что наша страна развивается, мы очень успешны, у нас очень хорошо, но денег нет. На медика, почителей и так далее. Да, 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 и понятно, это связано и политически, что самоуправление, они сейчас, чтобы сбалансировать бюджет страны, они довольно много теряют. И если как-то более-менее еще вышли по нулям другие самоуправления, Рига теряет, отчасти эти потери политические. Может быть, мы, конечно, сами где-то дали повод себя ругать, может быть, этот повод найден искусственно, но еще раз, у нас нет, у меня нет ни времени, ни желания, как я говорил, не строить стены. Можно рыть траншеи или там рисовать какую-то табличку, выходить с митингом около кабинета министров. Нам нужно работать в этой ситуации, например, несколько недель тому назад у нас хотели отобрать все европейские проекты по инфраструктуре, по мостам. Мы договорились, видя, что на самом деле государству не хватает денег, договорились, хорошо, вы можете у нас отобрать один проект, который сейчас в такой не вполне есть готовности, но оставьте обязательно два проекта. На сегодняшний момент, я очень надеюсь, что тут изменений не будет, они останутся. Мы начнем в ближайшие месяца, когда закончатся все уже процедуры, строитель уже, по-моему, там определен, будут заключены все договора, это Мангалю, путепровод, Саркандалго, Мангалю, это через Свестро проспекта на Отвайку. Я думаю, что это очень важно, важно и для рижан, которые, чтобы они меньше стояли в пробках или на Отвайку на железнодорожном переезде, или через Весторо проспект стояли на железнодорожном переезде, потому что это бывает надолго и возникают большие пробки. Смотрите, если мы, уезжая по Весторо проспекту в центр города, сворачиваем налево и сразу же попадаем на этот Вайрага, Парвац, путепровод, то мы буквально там за пару минут оказываемся уже в районе Элкора, в районе улицы Бривибас, в районе трех минут, не нарушая скорость по мосту. То, что касается, это первое. Второе, этот переезд через железную дорогу на Отвайка даст еще, плюс следующее, что грузовой транспорт, который потом дальше идет в порт на Кондзенсалу, там порт тоже начнет строить через канал мост, это даст возможность отвезти грузовой большой транспорт. Вот одновременно второй проект, который нам очень нужен, который мы боролись составить, его уже вычеркивали, но потом все-таки вот после нашей консультации с Министерством финансов и с Министерством сообщения нам пока вот видно, что его оставили. Это Восточная магистраль, это вот этот участок Дзелзова, Сбраслос, чтобы соединить опять-таки вот все эти, весь транспорт, который едет по Вайрага, вот этот переезд, он потом там дальше у Дамины может лучше без каких-то пробок двигаться, и дальше выезжают уже ближе к Южному мосту. Это очень важно, важно, конечно, для любых, для рижан, для легкового транспорта, но самое главное это увезти большой грузовой транспорт. Почему это важно именно сейчас? Все важно, чем раньше, тем лучше. Почему это важно сейчас? Потому что так или иначе государство придет к реализации большого проекта через несколько лет, это Райл Балтик. И когда у нас с вами начнут все копать, строить, реконструировать центральный железнодорожный вокзал, тогда у нас там будет без вот таких обводных путей просто транспортный колл обстанет и Краста, и все остальное, все улицы вокруг. Поэтому нам очень важно сделать такое, хотя бы не полностью объездное, вот такие хоть полу, какие-то кольца, не круговое движение, хоть какие-то кольца, которые смогут немножко транспорт увезти с центра города. И вот говоря про Райл Балтик, это еще у нас сегодня, вот с вами такая передача, мы говорим о сотрудничестве с государством. С государством, да. Можно критиковать, можно отбиваться критикой на критику, но вот, например, возьмем Райл Балтик. Реально нет нормального сотрудничества у государства с самоуправлением. И это признал при всех своих разных политических взглядах министр сообщения, и говорим мы, и он с нами полностью согласился. Мы договорились сделать вот такой рестарт этой совместной комиссии, я буду возглавлять эту большую комиссию со стороны самоуправления. Может все равно в городе много будет изменений со стороны государства, у нас сейчас много работают комиссии, и вот мы сейчас готовимся к тому, чтобы мы сделали свое предложение. Ну, как всегда, программа минимум, программа максимум, свое предложение государству, что мы считаем нужно сделать. Мы подумаем сами, такой большой проект, он пришел первый раз, один раз в сто лет приходит, нам очень важно, как будет выглядеть. Там есть очень много технических простых вопросов развития, как пройдет теплотрасса, как пройдет... Что будет железнодорожный вокзал, где-то насыпь, да. Ну да, но насыпь, абсолютно верно. Если мы понимаем, что она будет где-то, вот ее строят в районе, уберут в районе автовокзала, то абсолютно непонятно, что пройдет дальше. В районе вот такой улицы Тымотая, там Дзирново, Абранас, там абсолютно непонятно, что произойдет, да. Я, например, задал вопрос вот тоже коллегам с департамента развития. А вот как вы считаете, я, например, давно, когда пришел работать в Рижскую Думу, шла речь о том, что надо обязательно продолжить Гертруда с поджелезной дорогой. На мой взгляд, это очень важно, чтобы вам не нужно было двигаться до Лачпляжа и там сворачивать, переезжать на ту сторону. И это важно не только с транспортной стороны, это важно с точки зрения развития города. Мы будем говорить, рыночная стоимость, уровень развития этой части, доль железной дороги Риги, сильно отличается от того, что происходит на улице Католе, Даугавпилсе и так далее, и так далее, да. Если вот будет этот соединяющая здесь какая-то тоннель, да, какая-то улица, магистраль, продолжение Гертруда, то это, безусловно, даст толчок для развития, для инвестиций в ту часть города, поднимет рыночную стоимость, приведет в порядок эти дома. Но вот таких вопросов довольно много. Ну что ж, будем надеяться, что удастся вам с этими проблемами справиться, приоритеты уже тоже определены. Может быть, последнее из приятных новостей, я так понимаю, что на сей раз город вошел в отопительный сезон без каких-то эксцессов, да? Так, пока не имею, я не наблюдаю. С долгами, с долгами. Да, с долгами, ну я имею в виду, отопление подключено. Дорогие рижане, долги тоже большие, дорогие, поэтому я на самом деле прошу вас, нужно их платить. Никто, никакие долги прощать не будет, но я сказал однозначно, мы не можем морозить людей и говорить о том, что пока вы не заплатите... Весь дом будет в городах. Но нам нужно, я думаю, решать, это вопрос не этого года, вопрос следующего года. Может быть, нам нужно выходить, есть такая позиция, ну скажем, чисто советская, которая стала с советских времен, когда вы получаете один счет, и в одном счету все, и вот Дома управления, оно представляет интересы и Ригас Уденс, и Ригас Силтонс, и выставляет счет. Вряд ли это правильно, потому что за все эти транзакции берут деньги, платятся налоги. И было бы очень правильно, чтобы Ригас Силтонс мог напрямую выставлять счет. Вот как делать, как придумать, чтобы счет мог быть у каждой квартиры отдельно, чтобы видеть, кто платит. Это отдельные разговоры, это отдельные решения, но я думаю, что вот эти многие вещи надо смотреть, потому что здесь можно понять и Дома управления. Дома управления, через них просто происходит транзакция, и они сейчас берут какие-то свои деньги и закрывают ими те долги Рижан, которые не заплатили за отопление. Если мы говорим о не домах, подключенных к отоплению, их есть. Две недели тому назад их было где-то порядка в этом списке 25, сейчас их гораздо меньше, но где-то, я думаю, в два раза меньше, где-то в районе 12, может быть, домов. Что это за дома? Это дома, которые имеют долги, но которые по разного рода причинам приняли решение отказаться от услуг Ригас Силтонс и Парвалдника и перейти к другому обслуживающему лицу. Или они будут обслуживать сами, или пойдут к другой фирме. Вроде бы это их право. За них не будут сейчас, поймите, если они сказали, мы уходим, за них не будет Дома управления сейчас платить вот эти долги, понимая, что они их никогда не получат обратно. Поэтому единственное, что мы сейчас делаем, я дал указание о том, чтобы как можно быстрее все подготовить документы, а там очень большая вся эта бюрократия, и эти дома как можно быстрее отдать им на баланс, снять с нашего баланса, чтобы они могли сами определиться. Но вот это уже те режимы, которые живут в этих домах, им это нужно понимать, это ваше решение. Всем остальным отопление подключено. Ну что, спасибо большое, будем еще вас приглашать. Много тем еще не успели, наверное, обсудить. Обсудим в следующий раз. Олег Буров, мэр Риги у нас был в студии, и большое спасибо. Спасибо.